С января начинается не только новый календарный год, но и вступают в силу изменения в законодательстве. Одно из них касается нотариата. С первого числа граждане, имеющие право на бесплатную юрпомощь, освобождаются от выплаты за нотариальную доверенность. Теперь за представление интересов в суде им платить не нужно. Компенсировать оплату такой услуги будут за счет регионального бюджета. Для получения этой льготы у нотариуса необходимо представить справку, подтверждающую твой статус, что ты имеешь право на бесплатную юридическую помощь. Эта справка в основном получается в социальной защите. Не мог не претерпеть изменений и закон о занятости. Он был принят еще 30 лет назад и давно нуждался в доработке. Теперь в нем закрепили понятие занятости безработного, впервые ищущих или тех, кто испытывает трудности в поиске работы. В том числе внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон о занятости населения Российской Федерации. В два закона. Получается, что они сопряжены, потому что это говорится о труде, потому что также новый закон о занятости населения предусматривает приоритет трудоустройства участников специальной военной операции и членов их семей. Больше всего изменения касаются службы занятости. Есть и те, которые имеют значение для будущих пенсионных выплат. Юристы признаются, теперь остается только научиться жить по-новому. Вот нужно их привести в соответствии с тем, чтобы действительно их работа была видна и полезна для граждан, попавшим в такую ситуацию, которые нуждаются в подборке работы, чтобы сохранялся их и не прерывался трудовой стаж, или они получали пособия определенные, пока они не могут найти работу. Также там вносятся новые изменения, что если тебе предлагается дважды работать, ты от нее отказываешься. Прописаны конкретные случаи, можешь ли ты отказаться от нее или нет. С первого числа повысили МРОД, а значит автоматически увеличился мат-капитал. Теперь его размер на первого ребенка составляет 630 тысяч, на второго чуть больше 833. Появились и новые условия его получения. С 1 января 2024 года право на материнский капитал возникает только у родителей, имеющих российское гражданство. На момент появления ребенка, который является гражданином Российской Федерации именно уже по рождению здесь. Юристы делятся небольшим лайфхаком. Если в одном из государственных органов вам отказали в выплатах, просите обоснования в письменном виде. Так вы сможете получить консультацию. Всех призываем, если есть какие-то у вас спорные моменты, то обращаться в социальный, или это фонд, любые другие организации, государственные учреждения, либо муниципальные с письменным заявлением в свободной форме по вашему вопросу. Любой орган в течение 30 дней ограничимся этим сроком обязан вам выдать, предоставить ответственность. Чтобы избежать неприятных ситуаций за изменениями в законодательстве, лучше следить. Для этого есть много онлайн-ресурсов. Кроме того, в Одинцовском округе работает Центр бесплатной юридической помощи, а для участников СВО членов их семей – Центр поддержки мобилизованных. Карина Яряшева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.